теперь весь из полей самая моя любимая рубрика жаль что не успел смотрите я садил абрикос вот я хотел сказать я сегодня еще посадил один тут я потратил секунд 30 но тут подольше вот тут ровное место пришлось мне 2 ведра принести я потратил время выкапывал я секунд 15 сделал ямку вот так самое главное поймите это самое важное то что я говорю это касается не то что как у некоторых а на юге свои правила должны быть на севере свои сегодня мне позвонил мужчина и говорит ну ведь меня же уже это научили я это только подтвердите ну почему вы такое не как все что мне нужно это да вы это обрезать я не хочу я хочу наклонить ветку вот наклонить я говорю вот когда вы наклоните ветки да вот сразу вертикально тут же полезет снова вверх прямо из них я вам показывал сто раз помните а так я ответил я говорю природу не обманешь вот природу надо обманывать так если мы посадили откуда эта земля вот здесь будущее ну раньше называлась выгребная яма но выгребать никто не собирается значит это просто хранилище мусора а в дальнейшем это ну назовем это как кладовая всех элементов вспомните про сконсервные банки вспомните про это самое про бумагу про отходы пищевые все тут будет это новое старое видели переполненное самое главное для чего я говорю вот эта земля не будет потеряна вот видите это особая земля она взята с глубины 30-40 сантиметров даже глубже где-то тут пол ну в общем полметра это особая земля вот земля как земля запоминайте ребята если дерево вот рядом видите абрикос вот он справа он в этой земле живет он дал такие урожаи у меня есть фотографии которые с ума сходят всех ну кроме ученых знаете почему они не сходят с ума потому что они их не видели никогда так вот в этой земле вот верхний снимок она абсолютно стерилизована в ней процессы гниения закончены тысячу лет назад может две тысячи лет но не меньше и вот эта земля вот она вот она вот послужила то есть я когда посажу этот саженец когда он выкопает небольшую ямку небольшую лишь бы корни вошли холм немножко расползется все корни должны быть в этой земле как в этой вот давно уже никаких подкормок никаких подкормок все что люди придумали это то же самое что с утра до вечера открыть холодильник и жрать 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 зарабатывая диабет и прочее вы видели людей толщиной там это самое 200 килограмм 30 килограмм вот вы готовите такую вот она чистая она кстати бедная земля довольно бедная главная стерильная корни изувеченные гнилостые процессы в ней закончены тысячи лет назад вот в нее и садится все все остальное чтобы птихивать вам все эти минеральные удобрения мне сосед сказал ну купи у меня эту машину перегноя ездит по деревне я сказал нет вот и все а вот это вот видите лежит здесь что здесь кошная трава и листья полуперепревшие вот это и есть еда высказался и все это заняло ну минуты полторы потому что еще и не это самое обленился раньше я мог пять посадить за эти полторы минуты я уже не тот теперь следующее тоже было посажено это корни абрикосовые корневая шейка абрикоса здесь небольшая перетяжка но это знаете почему потому что я хвалил помните свою ленту единственная лента которую мы продаем с сафроном она когда ее стянешь вот так вот стянешь вот такая она остается отсюда перетяжки не беда перетяжка была снята где-то ну чуть с опозданием где-то в августе не успела вернуться в нормальное состояние вернется еще никогда забудьте идиотский совет один из тех советов дебильных это берем какой-нибудь нож острый и вот так проводим черту якобы тут же исчезнет перетяжка исчезнет саженец саженец исчезнет вот это я проверял я никогда не говорю ой то есть они основы на каких-то домыслах типа как деревья кормить надо нужный ваш корм сами найдут так вот это следующий саженец это 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 венгерка ника привитая на абрикосе заметьте все наоборот черенки с нее были срезаны вот они вот лежат никому не надо а это не просто черенки вот смотрите получилось это учеба ребята вот то что я делаю то и говорю как тот хакас все вижу о том пою земля-то зеленая я говорю зеленая я никогда не скажу что она коричневая или черная вот так и здесь что я вижу я вижу корни вот они вот эти корни ну тут дальше обрыв потому что замучишься копать правильно вот и пока эти корни устраивали это нормальное дерево сбалансированное количество корней кроны все одинаково но стоит выкопать отряхнуть землю или она сама отвалилась все теперь нам нужно чтобы две трети самое мало две трети ну хотя бы можно считать если по почкам считать то три четверти надо отрезать не выкормят никогда хоть залейся водой не выкормят вот с этого момента ресурс пересаживаем так пересаживаем с этого момента начинается вот это самое и никаких отгибаний ничего это все ерунда вот взяли и сделали вот это я хотел сказать еще один прием потому что все это я делал нету рядом съемочной группы нету с академией наук чтобы хотя бы их-то научить они этого даже не знают что надо обрезать при пересадке вот дальше сейчас еще что-то забуду сказать или хотя бы выводы какие-то сделать вот все это отнимает несколько минут это я сейчас перекурим если вы курите вот а я видел фильмы где два часа они одну огромную яму копали заполняли рассказывали потом вот так другую речь и хрупнули а там еще надо было посадить штук 40 господи ведь это только ради фильма вот фильм чтобы создать надо было все это выдумать даже не выдумать не надо они просто чужой опыт который тоже не нужен переняли и давай в свою очередь вот тысячи появилось этих самых тысячи столько дури никаких этих удобрений вся посадка идем дальше я еще сегодня наснимал но это для следующего вебинара и там еще проще